МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В округе прошла экологическая акция «Наш лес, посади свое дерево». Спасательная служба – это как образ жизни. Понимаю, что хочется помогать людям. О героях пожарно-спасательной службы расскажем в сюжете. Также здесь представлены мои работы по абстракции, композиции тоже. В основном это современное искусство. В картинной галерее проходит выставка Марии Лукиной. А теперь подробнее об этих и других новостях. Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб рассказали об итогах, проделанной за отчетный период работы. С 12 по 19 сентября в Люберецкую полицию поступило более 1800 обращений от жителей. За неделю сотрудники правоохранительных органов раскрыли 14 преступлений. Всего за отчетный период возбуждено 20 уголовных дел. Уважаемые жители Люберецкого округа, мы неоднократно и совместно уже и губернатор вам на почту всем рассылку делает. И здесь мы с вами проводим профилактические брифинги о агитационном мошенничестве. Люди продолжают и врачи, и учителя отсылают мошенникам свои деньги, идут, берут кредиты или онлайн отсылают. Сумма доходит до 6 миллионов рублей. Еще раз, никакой службы безопасности, никакие вам силовики не имеют права звонить. На прошлой неделе на территории обслуживания Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона произошел один пожар. В поселке Томилино сгорели две иномарки на общей площади 16 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. В связи с началом осенней проверки противопожарного снабжения я прошел к руководителям организации, которые имеют на баланс собственные сети наружного противопожарного снабжения и противопожарного водоема, до 25 числа на мое имя представить в отряд копии актов проверки и испытаний пожарных гидрантов и противопожарных водоемов. Система ЖКХ городского округа Люберцы работала в штатном режиме. Аварий на сетях электровода и газоснабжений не зафиксировано. На данный момент все социальные объекты подключены к теплу. С сегодняшнего дня отопительный сезон начнется и в многоквартирных домах. Учитывая, что подача теплоснабжения – это не включение электрической лампочки, данный процесс у нас займет порядка пяти дней. И к пятнице мы планируем полностью весь городской округ подать теплоснабжение в жилые дома. Проделанные работы отчитали сотрудники управления благоустройства и дорожного хозяйства, а также представители экстренных служб и здравоохранения. Участники совещания ознакомились с обращениями, которые поступают в администрацию от жителей городского округа. Люберчане просят восстановить освещение на эстакаде возле остановки «Мальчики» и на улице 3-е почтовое отделение у дома 37. Все замечания и предложения взяты в работу. В Люберцах стартовал отопительный сезон. В первую очередь к теплу подключили детские сады, школы, больницы и поликлиники. В том, что температура в социальных объектах действительно комфортная, убедились мои коллеги. В дошкольном отделении 41-й гимназии, более известном как детский сад «Синяя птица», батареи стали теплыми еще на прошлой неделе. Как и во всех социальных объектах Московской области, отопительный сезон стартовал здесь 13 сентября. В группе тепло, отопление работает. Все хорошо у нас. Вот видите, дети как одеты. Одеты в облегченной форме. Мы тоже в облегченной форме. Комфортно нам. Комфортно и тепло во всех учреждениях, где обучаются дети, запуск отопления в детских садах, школах и объектах дополнительного образования выполнен в полном объеме. Чтобы подключить весь городской округ к теплу, остается провести работу в нескольких жилых домах. К пятнице будут все квартиры до последней, без исключения, с отоплением. У нас работает единая диспетчерская служба. Мы получаем информацию от жителей, отрабатываем все жалобы, которые поступают. Жалобы, связанные с подачей тепла в жилые дома и социальные объекты отрабатываются в приоритетном порядке в течение двух часов. О проблемах с отоплением можно сообщить в единую диспетчерскую службу ЖКХ городского округа Люберцы. Луиза Игязырян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В рамках капитального ремонта многоквартирных домов в Люберцах отремонтировано еще одно здание по адресу улица Кирова, 49. Как оценивают результат жильцы, узнала съемочная группа нашего телеканала. Дом на улице Кирова, 49 построили в середине прошлого века. Находится здание на балансе Люберецкого городского жилищного треста. Все работы представители подрядной организации провели силами своего ремонтно-производственного управления. На объекте выполнялся капитальный ремонт фасада по программе капитального ремонта в Московской области. Дом у нас 57-го года постройки. 6 425 тысяч квадратных метров, который выполнялся в комплексе, выполнялся ремонт кирпичного фасада со штукатуриванием, так как были дефекты, были дефекты кирпичной кладки. Знаете, у нас фасад-то у нас прям уже просвечивалось. У нас дыры были. Да, Владимир Владимирович, у нас знаете, как холодно было, мы замерзали зимой, у нас под окном у некоторых просто дыр на улице. Время проведения ремонтных работ жители вспоминают с удовольствием. Отмечают, что сотрудники Треста трудились допоздна, в том числе в выходные дни. Ольга Павлова живет в доме всю жизнь. Ремонт прошел достаточно успешно. Теперь мы видим уже такой ровный, красивый, отшлифованный дом. И огромное спасибо, что он остался того же цвета. Я думаю, цвет такой очень приятный. Когда смотришь, все-таки хочется продолжать жить на такой желтый, жизнеутверждающий цвет. Цвет, в который окрасили дом, выбрали собственники квартир совместно с работниками управляющей компании. До этого здание освободили от старой штукатурки, зачистили и оштукатурили заново. В программу ремонта объект вошел после обращений жителей. Те дома, где есть жалобы, особенно все, что связано с кровлей, с отоплением, с водой, мы, естественно, берем в ремонт. Вот в этом году у нас в ремонте 135 домов. Мы планируем эту работу в этом году выполнить. Завершить ремонт полностью специалисты ЛГЖТ планируют 23 сентября. Осталось обновить вход в подвал. Здесь планируется замена металлоконструкции, обрешетки и покрытие профилированным листом. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Люберецкий автопарк пополнился новыми автобусами. На какие маршруты транспортные средства вышли и какими преимуществами они обладают, узнал Богдан Колесников. Еще 8 современных автобусов малого класса пополнили автопарк транспортной компании «Автоновия», которая обслуживает в Люберцах 16 маршрутов. Водители и пассажиры новые автобусы уже оценили. Целый день работаем нормально, все хорошо. И люди довольны, и мы сами довольны. Установленная в салонах система климат-контроля позволяет делать поездку комфортнее. Есть терминалы для безналичной оплаты. Льготным категориям граждан предусмотрены скидки. Для слабовидящих людей оборудованы сенсорные кнопки связи с водителем, со шрифтом Брайля. Также во всех автобусах предусмотрены места для маломобильных групп населения. Специальные пандусы для этого оборудована, техника оборудована гидроприводом подвески. То есть автобус при остановке на пункте погрузки пассажиров делает наклон, опускается на пневмоподушках, и пассажирам удобнее заходить. На счету компании более 180 единиц транспортных средств, которые обслуживают пассажирские перевозки в округе. Маршруты для новых автобусов уже определены. В новые микрорайоны, так как они постоянно дома сдаются, люди заселяются, были добавлены машины. Автобусы будут курсировать на маршрутах 3, 14, 43 и 57. Они свяжут Малая Павлина, Октябрьский, Томилина, Краскова, Марусина и Матюкова с железнодорожной станцией Люберцы-1 и метро Котельники. Все автобусы уже вышли в рейс. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Более сотни наименований таков ассортимент продукции, выпускаемой фабрикой «Пихорский текстиль». Объем производства 300 тонн в год. Цифра, которая делает «Пихорский текстиль» крупнейшим отечественным производителем пряжи для ручного и машинного вязания. Предприятие посетил временно исполняющий полномочия главы Владимир Волков. Он познакомился с производством и пообщался с коллективом. Подробности визита в следующем материале. Экскурсия по предприятию – это прежде всего знакомство с технологической цепочкой. Владимира Волкова провели по всем цехам. Сырье – суровая гребяная лента. Поставляет предприятие из Нижегородской области. Сначала ленту красят и направляют в первый цех. После того, когда вырабатывается ровница, мы перешли в цех предзения, где происходит сам процесс предзения, то есть утонение нити до нужного номера. В следующем цехе идет процесс перематывания. Машина вырезает из нитей тонкие толстые места и спаивает их, чтобы они были без узлов. У нас современное оборудование, потому что фабрика прошла две достаточно серьезные реконструкции, в процессе которых мы купили новое оборудование. Это предельный цех по полугребенной системе предзения. Это полностью новое оборудование. Ленту ровничный цех тоже – это новое оборудование. Далее нить поступает в цех, где происходит процесс сращения. Несколько нитей скручиваются в одну. На выходе – крученая трикотажная пряжа для машиной вязки, готовая для реализации. Затем перешли в цех по производству пряжи для ручного вязания. Путь, который проходит сырье, такой же. Затем вся пряжа отправляется в камеры запарной машины. После нее она пышет жаром, отдыхает и фиксируется. Последний этап – перемотать пряжу в мотки и нацепить этикетку. Фабрика работает по безотходной технологии. Все, что у нас идет, вторичные отходы – это мычка, это ровничный лом, сдиры, обрезки ленты. Все это перерабатывается на чесанной машине, превращается опять в ленту, перематывается, превращается в так называемый ТОПС, уже восстановленный. В шоу-руме фабрики, где представлена продукция, Владимир Волков провел встречу с трудовым коллективом. Все, что зависит от нас, как от органов местного самоуправления и от людей, кто отвечает за хозяйственную повестку в городе и в округе, мы также всегда на любом производстве, всегда об этом говорю. И если мы сейчас, скажем так, наши отношения только зарождаются, такие вот рабочие, то я думаю, что с годами мы их подтвердим неоднократно. Работники фабрики поблагодарили Владимира Волкова за посещение предприятия. Он отметил, что визит первый, но не последний. Луиза Игязырян, Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Жители округа присоединились к региональной экологической акции «Наш лес, посади свое дерево». В Подмосковье ее проводят с 2014 года в рамках всероссийской акции «Сохрани лес». Принять участие может каждый. Детишкам раздолье, и главное, что вот сейчас создадут вот эту красоту. Жители озеленяют жилые дворы, аллеи, парки и скверы. У детского игрового комплекса на улице Гаршина в Томилине в экологической акции приняли участие и взрослые, и дети. Потому что мне нравится природа. Можно как-то следить за природой и за нашей. Можно обустраивать красота. Вместе с представителями управляющей компании и членами Совета ветеранов жители высаживают красный клён. Чтобы саженцы прижились, соблюдают все условия правильной посадки. К акции присоединились и люберецкие парламентарии. Первая акция у нас была 17 сентября, и мы это продолжаем, по сути, в ежедневном режиме. Я думаю, это будет только украшение. Все, кто, возможно, этот репортаж посмотрит и задумается, может и посадить свое дерево возле дома, где-то на лужайке. В этом году в округе высадят около 10 тысяч молодых деревьев и кустарников. Экологическая акция «Наш лес – посади свое дерево» продлится до конца сентября. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Отличник народного просвещения РСФСР Надежда Бычкова отмечает юбилей. Свой возраст не скрывает – 90. Друзья и коллеги чествовали юбиляра в её родном детском саду. Поздравить приехал и временно исполняющий полномочия главы округа Владимир Волков. Надежда Матвеевна, коллектив дружный, вас все помнят, вас уважают, любят, ценят. Поэтому вам только здоровья. Нам у вас учиться и учиться, Надежда Матвеевна. А не надо учиться, просто надо работать и больше ничего. В этом детском саду на Пионерской улице в Томилине Надежда Матвеевна проработала заведующей больше 40 лет. Её заботливые руки помнят тысячи малышей. Многие из них, уже повзрослев, теперь приводят сюда своих детей и внуков. Это моя жизнь. Без неё я жить не могла. Без детей не могла жить. Я их любила до слёз. Как только приеду в совещание, чтобы поднять место настроения, я иду к маленьким. И они липнут все. И у меня всё проходит. Энергетика детей очень сильная. У каждого ребёнка должно быть счастливое детство. И Надежда Матвеевна старалась создать своим маленьким воспитанникам такие условия в детском саду, чтобы им было комфортно, как дома. Но о своих детских годах старается не вспоминать. Тяжело. Мы же дети войны. Мы же не учились. Никакой там школы не было, ни учителей, ничего. Война же была. И нас, притягивая колхозы, он на телеге нас сажал и вёз в поле. И мы там работали. Война не сломила её, а сделала только мудрее и сильнее. После окончания школы и педагогического училища Надежда Бычкова устроилась воспитателем в детский сад и посвятила дошколятам 64 года. 55 из них на Люберецкой земле. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах продолжается всероссийская кампания по вакцинации против гриппа. С 5 сентября прививку можно сделать во всех поликлиниках. Подробности в нашем сюжете. Многие родители перед началом сезона простудных заболеваний, когда ослабленный иммунитет наиболее уязвим, приводят детей на вакцинацию. Ведь малыши от полугода до шести лет относятся к группе риска. Заболевание у них протекает тяжелее. Высока вероятность осложнений. Для нас важно, чтобы ребёнок был здоровый и прививался. Но очень важно соблюдать и делать все прививки, которые положены по графику. Грипп опасен своими осложнениями, особенно для тех, кто не привился, напоминают медики. Вакцинация помогает это избежать, даже если человек заболеет. Прививки делаются именно для того, чтобы легче перенести заболевание. То есть заразиться можно, но с меньшими осложнениями. Главными противопоказаниями являются острые заболевания, обострение хронических заболеваний. Вакцина обычно переносится легко. Это инактивированная вакцина. Обычно такие реакции, как небольшое недомогание, ну и местные в виде побаливания руки и покраснения. Не более того. Вакцинацию против гриппа можно сделать в любой поликлинике до 1 декабря. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Спасателями не рождаются, ими становятся. Путем долгих тренировок и ежедневного обучения укуется сила воли и крепость духа людей – одной из самых героических профессий. Они всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. 232-я пожарно-спасательная часть в Октябрьском – одна из крупнейших в Подмосковье. В суточный наряд заступают 12 человек. И случайных людей среди них нет. Спасательная служба – это как образ жизни. Понимаю, что хочется помогать людям. Алексей Самсонов, как и его напарники, в часть приезжает рано утром. За полчаса до развода дежурных караулов. Заступив на службу, в первую очередь проверяет готовность аварийно-спасательного автомобиля, оснащенного всем необходимым для работы оборудованием. У нас на машине много инструментов для различных видов работ, как на воде, так и на высоте, так и, скажем так, на техногенных происшествиях. Гидрогический инструмент нам нужен для работы либо ДТП, либо работы с тяжелыми конструкциями, допустим, если надо извлечь кого-то из-под завала. Когда нет выездов, большую часть времени занимает техническая и физическая подготовка, силовые тренировки, отработка приемов со спасательной веревкой и передвижение с использованием альпинистского снаряжения при спасении людей с высоты. Алексей работает здесь пять лет, начинал пожарным на автоцистерне. Прибывая на боевом дежурстве, он всегда готов к любым чрезвычайным ситуациям. От элементарного вскрытия дверей до пожара или взрыва в жилом доме и спасения людей. Извлекали из-под обломков дома ребенка, девочка, по-моему, пяти лет и мальчика девяти лет. К мальчику доступ был упрощен, то есть мы смогли зайти через обрушившую часть стены, через окно и его извлечь. А девочку пришлось доставать из-под крыши, то есть крыша просела и прижала ее, получается, балкой. С помощью гидравлических инструментов удалось аккуратно поднять конструкцию и девочку спасли. Часто приходится выезжать и на дорожно-транспортные происшествия. И здесь тоже главное – слаженно работать в команде. Надо автомобиль разобрать таким образом, чтобы не нанести дополнительные травмы пострадавшему, оказать ему помощь и желательно это все сделать в сжатые сроки. Мы даже не переговариваемся, потому что мы уже понимаем, к чему надо приступить, либо в какой момент, допустим, упустили, либо не учли. То есть каждое мнение спасателя учитывается. На месте происшествия эти отважные ребята не только спасают людей, но и оказывают пострадавшим первую медицинскую помощь. Для Алексея Самсонова это дело привычное, ведь он не только спасатель, но и профессиональный врач. Пожарный спасатель службы, диспетчер «Рапраксин», Новоризанское шоссе, ДТП, принял информацию. Спасатели на выезд. Сигнал тревоги срабатывает во всех помещениях. Время сбора и выезда аварийно-спасательного автомобиля ограничивается одной минутой. Надо успеть одеться, получить от диспетчера информацию о характере происшествия и выехать на место ДТП. Спасатель – это не только одна из самых сложных, опасных и мужественных профессий. Это призвание. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Акция ГИБДД «Родительский контроль» прошла на территории Ливерецкого округа. Она призвана сократить количество ДТП с участием детей возле учреждения образования. Наша съемочная группа проверила, как идет акция и отправилась к 52-й школе. Переход к школе должен быть безопасным. Об этом в очередной раз водителям и самим ученикам напомнили члены родительского комитета и сотрудники ГИБДД. Они выстраивались на пешеходном переходе, чтобы предупредить водителя о приближении ребенка. Данная акция направлена прежде всего на профилактику предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, а также предупреждение детей о необходимости соблюдения правилам безопасного перехода дороги. Также во время акции проверили и наличие световозвращающих элементов. На одежде или личных вещах ребенка они должны быть обязательно. Ваша задача в школе наклеить или на лямку рюкзака, или на боковую спинку рюкзака. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы машина не сбила. Правильно, для того, чтобы вас увидели в темное время суток водители. Правильно? Настоящий световозвращающий элемент или нет, необходимо с расстояния 20 сантиметров его сфотографировать со вспышкой. Посмотрите, какой эффект будет. Главными участниками акции стали сами родители. Например, Геннадий Бардин, отец двоих детей, который учится в 52-й школе. Пришел на акцию перед началом работы, чтобы напомнить всем об элементарных правилах дорожного движения. Водим детей в школу. Сейчас уже самостоятельно они, конечно, ходят. Но до этого, когда водили, налицо были периодические нарушения. То, что я видел, что и дети немножко расклябанно ведут себя на дороге. И водители зачастую нарушают откровенно правила движения. В 52-й школе родительский патруль действует на протяжении всего учебного года. Поэтому подобную акцию там проводят регулярно. Мария Антонова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. 25 сентября во всем мире отмечают День фармацевта. Сегодня эта профессия включена в топ-50 самых востребованных в России. В Люберецком медицинском колледже уже более 15 лет работает факультет фармацеи. Со студентами и преподавателями учебного заведения познакомилась Луиза Егия-Зарян. Применяйте мазь 2-3 раза в день до исчезновения воспалительного явления. В детстве Марина Морозова любила играть не в куклы и не в школу, как многие девочки, а в аптеку. Вместо игрушек маленькие коробочки из-под лекарства. А она в роли фармацевта. Сегодня девушка на пути осуществления своей мечты. Учится на третьем курсе медицинского колледжа. Я люблю помогать людям. Таблетки – это неотъемлемая часть нашей жизни. И многие приходят сначала в аптеку за помощью, когда у него что-то болит. А потом уже к терапевту. В отделении фармацеи Люберецкого медицинского колледжа сегодня учится более 200 студентов. Става обучения проходит в очной и очно-заочной формах. В этом году факультет перешел на новые образовательные стандарты. Обучение проходит 2 года и 10 месяцев. Раньше на фармацевта учились 4 года. На первом курсе студенты изучают общеобразовательные дисциплины, что дает им возможность сдавать ЕГЭ и потом уже поступать в ВУЗы, например. А на втором курсе и на третьем уже изучают общепрофессиональные дисциплины и профессиональные дисциплины. Основными, конечно, дисциплинами у нас являются лекарствоведение с основами фармакологии и фармакогнозии, изготовление лекарственных форм, контроль качества лекарственных средств и организация деятельности аптеки. Выпускники учебного заведения трудоустраиваются в аптеке, фармацевтические компании и оптовые организации в качестве медицинских представителей. За 15 лет Люберецкий медицинский колледж выпустил около 5000 специалистов. Луиза Игязырян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Детской школе искусств номер 4 исполнилось 65 лет. В честь юбилея педагоги и ученики подготовили для гостей праздничный концерт. Как прошло торжество, узнаем в нашем следующем сюжете. Души оставят след, искусство яркий свет. В свои 65 лет детская школа искусств встретила с творческим размахом. За эти годы она и увеличила площадь зданий до 1600 квадратных метров и открыла новые направления. И все так же дает качественное музыкальное образование будущему поколению Люберецкого округа. Много отделений мы открыли, хореографическое, художественное. Теперь мы стали детской школой искусства, а не просто музыкальной школой. Очень хочется создать духовой оркестр в Люберецком округе. Я думаю, это хорошая идея. Теперь в школе три направления обучения – музыкальное, хореографическое и художественное. Преподают их профессионалы своего дела. Всего в школе 32 преподавателя. 17 из них – молодые специалисты. Но есть и старожилы. Стаж некоторых уже 30 лет. Коллектив, конечно, держит. Коллеги, директор у нас с 1973 года. Директором была Татьяна Степановна Драйчук. Сейчас, последние пять лет, директором является Светлана Михайловна Драйчук. И у нас очень хороший такой творческий коллектив. И, конечно, любовь к своей работе тоже держит, конечно. Школу искусств принимают детей с трех лет. В этом возрасте начинается подготовка к будущей учебе. А уже с семи лет – полноценные занятия, как в школе. Для каждого из них она стала вторым домом. Поэтому и день рождения школы искусств – это и их праздник. Я желаю школе успехов, чтобы было побольше учеников. Желаю школе, чтобы она дальше развивалась. Я желаю школе, чтобы она всегда существовала, чтобы в ней всегда были хорошие люди. Чтобы было много учеников в музыкальной школе. Я желаю школе успехов, потому что она очень хорошая, очень добрые люди. Учителя. Вообще, мне тут приятно. С Новым Новым Деньям! Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Посетить музейно-выставочный комплекс теперь можно по Пушкинской карте. С 1 сентября учреждения культуры городского округа стали партнерами государственной программы, которая направлена на социальную поддержку молодежи. Что из себя представляет этот проект и насколько он популярен в Люберцах, выясняла Луиза Егия-Зарян. Константин Будаев приобрел Пушкинскую карту несколько дней назад. Первым маршрутом по культурным объектам стал музейно-выставочный комплекс. Добрый день. Здравствуйте. Не подскажете, я могу посетить музей по Пушкинской карте? Сотрудник отсканировал виртуальную карту, вручил билет и пригласил молодого человека в залы музейно-выставочного комплекса. Рассмотрев афишу на интерактивном экране, Константин первым делом отправился в Краеведческий музей. Пропуск везде свободный. Проходите, пожалуйста. Знакомство с экспонатами началось у школьной ретро-выставки, где представлена история советского образования. Далее помещение, где отражена целая мировая эпоха. Здесь собраны уникальные предметы мебели и быта, украшения, аксессуары и одежда. Экспозиция охватывает период от 16 до начала 20 века. Обратите внимание, стол на одной ножке. Стол называется гиридон. Со слов Натальи Васильевны Батко, которая подарила этот там предмет, именно на этом столике Наполеон подписал акт отречения от престола. Стать обладателем Пушкинской карты могут люди в возрасте от 14 до 22 лет. Всё, что требуется – зарегистрироваться на госуслугах, установить мобильное приложение госуслуги «Культура» и получить карту виртуальную или пластиковую. Я на самом деле думал раньше, что Пушкинская карта для школьников, а оказалось, Пушкинская карта действует до 22 лет. И вот как раз я успел оформить. Я могу посетить очень много разных мероприятий, культурных учреждений, музеи, театры совершенно бесплатно. Самое сложное поколение, которое трудно затянуть в музей, это именно 14 и действительно 22. И вот сейчас с Пушкинской картой ребята начали приходить. С 1 сентября, вот прям буквально, как мы только ввели, уже были посетители. Пушкинская карта выдается на один год с номиналом 5000 рублей. Потратить деньги можно только на визиты в учреждения культуры по всей России. Билет, купленный по этой системе, становится именным и воспользоваться и может только владелец карты. Луиза Иги Азарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В картинной галерее открылась персональная выставка сотрудницы культурно-досугого центра «Октябрьский» Марии Лукиной. Первую презентацию своих работ девушка посвятила дню рождения родного города Люберцы. С творчеством молодой художницы познакомилась наша съемочная группа. Дворец культуры, колесо обозрения, памятник Гагарина и фонтан в Центральном парке. Сразу несколько главных достопримечательностей округа Мария Лукина запечатлела на одном холсте. Картина Люберцы – моя одна из последних в ее творчестве. Написана за несколько месяцев до дня рождения города. Она как отражение моей жизни тоже, потому что мое все детство, вся юность прошла вот в Люберецком ДК, потому что я принимала участие во всех конкурсах вокальных, танцевальных. Тут представлены Люберцы, которыми вижу я их, современными, молодежными, которые постоянно развиваются, растут, приобретают новые краски, какой-то взрыв позитива эмоций. Еще одна работа посвящена Октябрьскому поселку, где живет и работает Мария. Торговый центр «Текстиль профи» изображен в стиле скетч. С помощью разноцветных светодиодных вставок картина светится в темноте. В таком жанре выполнена целая серия рисунков под названием «Города». Также здесь представлены мои работы по абстракции, композиции тоже. В основном это современное искусство. Рассчитано более на современное поколение, на молодежь, потому что для них это ближе. На выставке Марии Лукиной представлено около 70 работ. Это лишь небольшая часть картин, накопленная за последние 10 лет. Познакомиться с творчеством молодого художника можно до конца сентября. Луиза Игязырян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. 18 и 19 сентября во дворце спорта «Триумф» состоялись традиционные областные соревнования по художественной гимнастике «Осенний триумф». Состязание прошло в десятый раз. География участницы, их более 400 ширится. Гимнастки приехали не только из городов Подмосковья и соседних областей, но и, например, из Мурманска. Подробности мероприятия в материале моих коллег. «Осенний триумф» – соревнования юных гимнасток. Самый младший возраст – девочки 2016 года рождения. Они выступают в программе третьего юношеского разряда. Самые старшие – 2006-го. Эти гимнастки выполняют программу мастеров спорта. Если у малышей, например, они делают без предмета и два вида упражнений на выбор – или скакалку, обруч, мяч, то кандидаты и мастера делают определенные виды – обруч, мяч, булавы и лента. Люберцы представила команда из 10 юных гимнасток. Девочкам по 7-8 лет. Выступают как индивидуально, так и в группе. Занимаются третий год. Готовиться к «Осеннему триумфу» начали с июля. У нас вышли новые правила. Мы интенсивно к ним готовились как по общей физической подготовке, так и по специальной. Меняли программы, составляли новые. Покупали купальники деткам, пересматривали что-то. Вычищали красоту, эстетическое движение тела. Новые элементы изучали, которые непосредственно как раз вышли в новых правилах. Ну и грация – наше все. Елизавета Башилова занимается художественной гимнастикой 4 года. Этот вид спорта выбрала, потому что понравился. Во время подготовки к соревнованиям оттачивала все элементы. Поворотом, прыжком, равновесием, танцевальным дорожком. За выступлениями гимнасток внимательно наблюдают 4 бригады судей. Каждая оценивает выполненную программу только в своей части. Первая бригада у нас судит, которая стоит из двух судей. Они судят элементы тела. Вторая бригада, их тоже два человека, судит элементы предмета. Третья бригада следит за артистизмом, красиво, музыкально, танцевально. А четвертая бригада судит техническое исполнение, ошибки. В церемонии награждения принял участие временно исполняющий полномочия главы Владимир Волков. Он поздравил победительниц и всех участниц. Пожелал им хорошо учиться, тренироваться и достичь олимпийских высот. Сам городской округ Люберцы всегда был территорией спорта. Мы всегда поддерживаем спортивные соревнования всех, кто занимается спортом. И спортом не просто только во дворцах спорта культуры, но в том числе и дворовый спорт, массовый спорт. Поэтому приглашаю всех заниматься, быть активными, набираться здоровья и получать только позитивные эмоции. Вместе с гимнастками, которым вручили памятные медали и грамоты, награды получили и тренеры, которые воспитали победительниц. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова